Здравствуйте, уважаемые зрители канала Power Station, с вами Max Power. И сегодня я вам хочу показать ремонт и по ходу видео рассказать, как устроен контроллер. Контроллер для электродвигателя, который мы используем в нашем электротранспорте, а точнее в электровелосипеде. Данная модель – это контроллер для трехфазного двигателя бесщеточного на 250 Вт. Это очень популярные модели редукторных двигателей, они управляются с помощью вот такой коробочки. Это и есть основные мозги электровелосипеда. Здесь есть провода для подключения панели управления, которая запускает его, показывает заряд батарей. Есть основные провода плюс и минус, которые идут от батареи. И по толстому капелю там идет 9 контактов, 3 из них фазы самых мощных, которые управляют непосредственно самим двигателем, запускают статор от катушек. И еще есть почти 5 проводов, идут от датчиков холла, которые показывают местоположение двигателя. И соответственно дают контроллеру сигнал, какую катушку запускать, чтобы он двигался. Это все автоматически происходит с помощью микропроцессора, который стоит внутри. Мы его попозже увидим. И сейчас нужно его разобрать и посмотреть, что же с ним случилось. А случилась с ним такая обеда. Когда я его подключил, все было хорошо, все работало до определенного момента, пока не случилось резкое замыкание. То есть батарея замкнула, полетела искра сразу. Вот можете даже посмотреть в одном из, например, в этом ВКонтакте, ВКонтакте Плюса, до сих пор остался нагар. Вот такой черного, можете посмотреть. Тут на камеру, а вот он, вот он, на ВКонтакте Плюса, на красный. Видите? А он аж сплавил металл при подключении. Сначала я не помню, что отключил и подключил, и она замкнула сильно, короче. Это случилось, как я понял, из-за моей ошибки, халатности. Вот я крепил контроллер с помощью саморезов, и, соответственно, здесь же он алюминиевый корпус идет. Где-то при вкручивании саморезов кусок стружки попал внутрь, как я понял. И вот если его потрясти, здесь на камеру не слышно, но там, как в музыкальном инструменте, что-то шуршит, короче. А походу они замкнули какой-то из силовых элементов, как мне кажется. Потому что именно силовые элементы дают такое мощное замыкание на цепь. Ну, в общем, давайте приступим к делу. Откроем его и посмотрим. И, кстати, можете посмотреть. Видите? Вот эти кусочки алюминиевой стружки. Это как раз оттуда и попали они. Когда саморезы вкручивал, вот они походу и замкнули. Да, тут сбоку вот еще выкручиваются тоже шурупы. Они держат радиатор, который крепит эти силовые элементы к корпусу контроллера, чтобы тепло передавалось всему корпусу и чтобы весь контроллер рассеивало тепло, не перегревались наши силовые элементы. Итак, вот мы вытаскиваем нашу плату. Тут идет подложка изолирующая. Тоже оставим ее. И вот здесь, будьте внимательны, еще вот такая подложка идет. Это из материала наподобие слюды. Она как раз делает так, чтобы вот эти вот мосфет-транзисторы, силовые элементы, они называются мосфет-транзисторами. Вот такие детальки с тремя ногами и с мощными боковушками из металла. Они, в общем, с помощью этой слюды не замыкают между собой и корпусу не замыкают, но одновременно она переносит тепло на непосредственно радиатор, на корпус контроллера, который работает в качестве радиатора. Поэтому эту штучку не повредите, чтобы не было замыкания. И можно даже с чем не снимать ее, как есть, так есть, пускай лежит. Если вдруг ее порвали или повредили, то желательно ее заменить сразу будет. Иначе они опять перемкнут между собой. Ну, как вот эта вот частичка, которая замкнула здесь, где-то попала на них и замкнула их. Как я думаю. Итак, что у нас здесь есть? Сначала просто общий план. Покажу вам схему. Все вот эти внешние провода, которые здесь были сбоку, плюсы и минусы, управление и так далее, они все входят сюда и подходят к вот этот красный плюс и черный минус. Идут на широкие дорожки. Одна идет вот здесь вот снизу. Это плюс у нас. Вот сюда подключается, в эту точку. И вот он пошел-пошел по всем MOSFET транзисторам. Это основной силовой провод. Он пропаян дополнительно вот таким усиленным штырем. И еще овом заудили ее для пущей надежности. Это должно быть так. Оно должно быть очень хорошо пропаян. Это контакт. Основная нагрузка идет на него. И на вот этот черный, на минус соответственно. Минус идет у нас вот здесь вот. Вот сюда. Тут он спаивается вместе с тоже общим контактом. Он здесь по всей плате идет этот минус. Вот он отсюда идет черный провод. И он пошел-пошел по транзисторам, по всяким конденсаторам и так далее. Он везде используется этот минус. И также идет через тоже хорошую пайку на вот такую вот скобу. Эта скоба работает в качестве ограничительного резистора. Она сделана из вольфрама, насколько я помню. Ну или из какого-то подобного материала, который имеет низкое сопротивление. Точнее наоборот повышенное сопротивление по сравнению с медью. Из-за этого она не позволяет взять контроллеру с проводов, с батареи больше ток, чем рассчитана вот эта скоба. Ну в данном контроллере здесь 22 ампера, ой, 14 ампер, как я показывал. Вот это сопротивление скобы как раз рассчитано так, чтобы он больше 14 ампер не взял с батареи. Иначе батарея может сломаться, если она, конечно, не рассчитана на такую нагрузку. Так вот, эта скоба идет уже в другой контакт, минуса, вот этот минус. И он идет вот здесь вот поверх всех тоже MOSFET транзисторов. Он также с ними контактирует на другую ножку уже. И здесь он также пропаян дополнительным вот таким вот стерженьком. Это все усиливает вот эти провода. Потому что по ним идет большая мощность, то есть по красному и по черному проводу. Что с сам контроллера? Здесь идет самый первый, это конденсатор. Вот такой мощный конденсатор стоит. Его номинал, ну в данном случае, вот если сбоку посмотреть, 63 вольта, вот там вот виднеется чуть-чуть. И что-то около, а вот, выгну его, 1000 милиампер, ой, микрофарад, извиняюсь. 63 вольта, 1000 микрофарад. Он как раз подходит к минусу и к плюсу. То есть, видите, он к этим скандартно уже соединен. Вот здесь вот у нас плюс, вот он широкий, а это минус. Для чего он нужен? Это основной конденсатор, который сглаживает пульсации. При работе двигателя идут очень большие пульсации от этих транзисторов, от самих обмонтов, точнее, двигателя через транзисторы. И вот этот, если его не будет конденсатора, то сам контроллер, вот этот микросхемовый процессор начнет просто с ума сходить. Ток будет не чистым, а грязным. Ну, это уж более подробно. Вы можете просто прочитать в интернете про фильтрующий конденсатор. Он здесь как стоит фильтр, такой каскад, ну, сглаживает напряжение, в общем, пульсации. Далее, тут вот идёт три элемента. Это отвечает у нас за низковольтную часть контроллера. Тут также они подключены к минусу и плюсу через ножки, через дорожки. И здесь сначала идёт гащий резистор. Он сбрасывает 10 вольт, примерно 10-15, от разного контроллера по-разному. Он сильно нагревается, кстати, вот этот резистор. Поэтому, когда при работе его тронете, можете даже обжечься. И с него уже, с этого резистора, идёт контакт к ещё одной, это уже микросхема. Она похожа на транзистор, они все в одном корпусе идут. ТО-22, по-моему, корпус. Эта микросхема в основном везде используется одна и та же серия. Вот, например, здесь LM317 идёт серия. Это специальная микросхема-преобразователь. Понижающий преобразователь. Она как бы в неё входит... Вот здесь вот минус 10 вольт забрасывается. Ну, там 25 где-то вольт. Если он на 36-вольтовой батарея, минус 10, там 25-26 вольт на неё идёт в одну ножку. Здесь идёт минус, и через себя она пропускает, уменьшает ток, напряжение до 5 вольт. То есть она всего выдает 5 вольт, как в компьютере. Она питает вот эту самую основную часть микропроцессора, ну и остальные мелкие элементы, которые управляют большими транзисторами и мосфетами. В общем, вот эта микросхема, это отвечает за низковольтную часть контроллера. Если, например, замыкания нету, а не работает ручка газа, и вообще ничего не работает, то, скорее всего, тоже на неё можно грешить, если у вас как бы всё как было, только самым просто контроллера не включается. Бывает, что она перегревается, эта схема. Для удешевления производства почему-то всегда друзья из Поднебесной забывают поставить на неё радиатор. Это бы желательно сделать. Она тоже так прилично нагревается. Далее тут, ну вот сам процессор. В данном случае, это вот, можете посмотреть, какая здесь модель. Хотя они, в принципе, у всех разные, но суть одна у них. Вот. ST-M8-S105. Там дальше какие-то цифры, 990, что-то такое. Ну, если кто знает, в микроконтроллерах они уже поняли, что это за микросхема, микросхема, точнее целый процессор. Там и память у него оперативная есть своя, в которой записана прошивка контроллера. То есть, на заводе её программируют, чтобы она давала определённый импульс с определённой частотой, ну и определённым образом реагировала, соответственно, на все вот эти провода управления, на все сигналы, которые поступают от ручки газа, тормозов и так далее. В продвинутых контроллерах она ещё за рекуперацию тоже отвечает. Там уже другие прошивки покруче стоят. Ну и там сложнее схемотехника. Это самый один из самых простых контроллеров. Тут просто он включается, управляется с ручки тремя контактами, и она уже на основе их, этих сигналов, формирует напряжение, которое усиливается силовыми элементами и подаётся на мотор. Как можете, кстати, обратить внимание, тут всегда чётное количество вот этих MOSFET транзисторов. Почему это так? Дело в том, что они работают в паре. Например, вот это вот за одну фазу отвечает, это вот отвечает за другую фазу и за третью, так как моторы трёхфазные. Здесь вот даже где-то были обозначения у них. Там Y-фаза, B-фаза и ещё, по-моему, W идёт значение. Ну, то есть три провода, тут как раз он идёт жёлтый, зелёный и синий. Вот они. Вот жёлтый, зелёный и синий, это как раз идут на мотор, на фазы моторов. Они чуть потонше, чем красный и чёрный, ну, потому что здесь, как бы, мощность распределяется равномерно по ним. Поэтому достаточно, этот один красный, как бы, он на три части делится, скажем так. Поэтому можно и потонше их сделать. То есть, если здесь нагрузка, например, 14 ампер, то здесь на каждую, ну, на 15 ампер, на каждой по 5 ампер здесь получается. То есть, три раза меньше. Поэтому они потоньше. Они также подключаются к каждому плечу. Вот здесь они запаяны. Вот одна. Это у нас жёлтый. Вот здесь зелёный. Такая большая плюшка изолого. Вот он посередине. И синий сбоку вот здесь. То есть, видите, да, это пара за одну часть, за одну фазу двигателя отвечает, это за другую и третью. Трёхфазный двигатель. Вот здесь. Сейчас посмотрим, что за вообще стоят штучки. Что за MOSFET транзисторы? 80 NF70. Ну, популярная модель. Она ставится в большинстве контроллеров дешёвых. 80 NF70, ну и так далее. Они все одинаковые. Вот они. Все шесть одинаковых MOSFET транзисторов. И мне вот даже сейчас уже я вижу. Кстати, смотрите внимательно. Может обратить внимание. Видите, вот эта штучка. Вот такая вот она. Это как раз замыкание. Тут видно по обгоревшему металлу. Скорее всего, вот этот каротнул с этим. То есть два вот этих MOSFET транзистора между собой, две фазы каротнули. У них такая фишка, вот на одном плюс, на минус, плюс-минус. Если вот между ними замыкание, то всё вылетает. Скорее всего, либо вот этот сгорел, либо этот сгорел. Я сейчас их выпаю. Нет, сначала прозвоню, попробую. А потом её уже, если какой-то из них точно будет сломан, я поменяю его. Поменяю на другой, другой MOSFET транзистор. Вот у меня ещё один контроллер есть. Это уже немножко помощнее модель. Ну тоже сломал её. Только уже другим способом. Другой двигатель подключили, она сгорела. Тут вот они вот эти вот сгорели. Парочку. Тут другие немножко стоят. То есть в одном плече тут одна модель была, а в другом, две штуки были другой модели MOSFET транзисторов. Вот они здесь вот такие же, 80-80, то есть две такие, и одна другая идёт. Короче, отсюда они подойдут сюда. Вот этот контроллер. Тут просто выпаю и поставлю сюда. Этот попозже восстановлю, закажу с Китая новую партию помощнее MOSFET транзисторов. И поставлю. Да, кстати, если вы хотите усилить свой контроллер, то есть чтобы он давал, например, вот этот модель, что он давал, а не 250-ватт, на которую она рассчитана, там, ну, 300 максимум, она рассчитана. Например, 600, можно делать так. Вот эту штучку запаивать наполовину, то есть сопротивление в два раза становится меньше у неё, и два раза сего тока повышается на контроллере. При этом вот эти вот MOSFET транзисторы вы меняете на другую модель. Там есть подороже, то есть, например, вот эти вот стоят, там, 10 штук, они стоят, ну, рублей 150, например, вот такие, самые простенькие. А крутые они стоят, там, 300-400 рублей, такие же, только мощнее в два раза они. Если вы их поменяете, и поменяете вот эту, запаяете эту штучку, то ваш контроллер будет в два раза мощнее. Это очень легко переделывается, кстати, я сам удивился. Вот видите, даже можете обратить внимание, на какой фазе проблема была. Вот если я подключу вот этот красный, ну, например, даже чёрный, без разницы. Вот сюда на плюс, сюда буду замыкать. Видите, показывает мультиметр замыкания на вот в левой фазе. На центральную нажимаю. Замыкания нету. То есть, вот единица, как будто ничего и нету, видите. Значит, здесь нет поломки. Нажимаю на правую, тоже нет поломки. Вся проблема здесь. А здесь у нас вот эти вот как раз рядом идёт вот атмосфет-резистор. Скажем так, второй. Если вот так, смотри, первый, второй. Вот ещё боковой, неизвестно какой, конечно. Тоже показывает, что замыкание, ну, скорее всего, замыкание в нём. Потому что здесь они коротнули. Вот, как я понимаю, тут, в этом месте, прям видно вот это вот. Мелкую, чёрную, еле различимое пятно, мелкое, чёрное вот это. Оно нам говорит о том, что было здесь замыкание. Прямо здесь где-то. Когда вот эта стружка, она прыгала, прыгала по всему контроллеру и допрыгалась. Вот сюда попало и всё. Тут, видите, расстояние маленькое между ними. Можно в любой вот попадёт сюда, гайка, например, или что, сразу выбит. В общем, поменяем пока вот этот. Сейчас его поменяю. Прозвоню. И если всё будет нормально прозваниваться, то есть не будет замыкания на плюс и минусе вот здесь вот, то можно собирать и дальше ездить. И больше не крутить саморезами. Я использую вот такой вот брутальный паяльник на 100 ватт. Мне очень нравятся такие паяльники. Они махом упавят, детали мощные, типа вот таких вот транзисторов. Но будьте с такими паяльниками 100 ваттными. Ну, выше 80 ватт, скажем так. Будьте аккуратны. Они только так дорожки отсваивают. Нужно это делать махом прям раз и всё. Вот здесь вот даже уже видно, что одну дорожку я сломал, когда упавил первый раз. Как можно быстрее упавить. Чтобы не перегреть деталь. И аккуратно с руками. Тоже нагревается сильно. Подушки жжёт. Вот мы выпавили его. Можете посмотреть. 80 N570. Так, теперь с этого мы снимаем вот эту часть, боковую. Скорее всего, она сгорела. Я так думаю. Хорошо будет, если он один сгорел. Не хочу два менять. Так, раскачиваем его. Ну, как зуб. Странное сравнение. Ну, похоже. То есть, по порядку. Сначала две вот так, две вот так. То есть, среднюю боковую ножку, скажем так, греем. А потом на противопожной стороне. Зараза нагревается сильно. Лучше отверткой буду держать. Ну, в принципе, похоже на одного, когда мы зуб выдергиваем в детстве. Раскачиваем его в разные стороны и тянем. Зараза хорошо держится. Надо ухлаждать плату, иначе дорожки отсваиваются. Если буду дальше так делать. Тяжело идет. Но ничего, мы вытащим его. Никуда он не денется. Так, здесь вам видно. Нужно даже попробовать окунуть. Так, лучше не оку, а канифолю. О, все отлично. Так, не перепутать бы. Вот этот сгоревший. Сразу его выкидываем. Мусорка. Вот, теперь он без одного у нас зубика в кавычках. Сейчас подготовим для него место, чтобы на старое место хорошо запаять его. Для этого берем шило и шилом проделаем вот такие дырочки. Даже не так. Вот с той стороны мы делаем. То есть вот сюда подносим под плату его. И аккуратно, раз, осмонаризал. Не хочет дырку делать. Так, дырочки нам нужны, иначе очень тяжело будет его паять обратно. Без них. Я применю вот такую штуку. Это называется отсос. Петросяна попрошу помолчать. Эта штучка очень часто используется в радиоэлектронике. При ремонте плат и схожных соединений работает над следующим образом. Когда нажимаете ее, тут создается... Ну, ничего не создается. Просто там пуршень опускается. А когда вот если поставить палец и нажать, видите, она присасывает. Она как бы очень быстро засасывает. Поэтому называется отсос. Да, такая приколюха. Но можно иголку использовать, но иголка тяжелее, мне кажется, будет. Эта штучка недорого стоит, но она вручает при сложной пайке типа таких вот сквозных отверстий, которые, блин, так глубоко там уловы сидит, что не вытащить его ничем. О, смотрите-ка. Сквозная. Видите? Она просто высосала улову из этой дырочки. И немножко его расплющила. Теперь вот так нажимаем на нее. Вот оно. Оно в виде таких тонких-тонких полосок высыпается. И так вот каждую дырочку сейчас почистим. С этой стороны плата вставляем. Просто держим ее на этой части. На этом отверстие. Здесь мы разогреваем. И здесь мы разогреваем. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok видите чтоб она вот так что именно прям по центру вот вот здесь вот такая эта пластинка она должна именно их сжимать прижимать к радиатору и она вот идет отсюда ладно 1 легко закрутить но вот который внутри самый последний матерка с магнитиком только выручает ну все сейчас мы собрали теперь уже прикрутили скрутили основную часть вот эту чтоб она охлаждалась не перегрелась чему подключим протестируем если все будет отлично я вам соберу и больше таких ошибок не буду делать виде дырочек для от которых потом этот сушка осталось эти надо и почистить сразу вот на этой тоже ничего не было забыть сделать то опять что не замкнет дырочки можно делать надо счищать все это дело что там ничего больше там не было запустилась это еще по беды будет ли работать и подведи о редукторная мотор колесо нормально работает сейчас подержим минуту где-то тут сразу идет с датчиком спидометра поэтому обороты чем на показаны эти чем больше тему больше в общем работы починили таким образом вы можете поменять мосфеты в контролере то что мы сегодня делали если у вас он под другой причине может быть сгореть например вода попала или какой-то не народный предмет как у меня замкнул или даже от перегрузки не вылетают бывает от перегрева то есть он мультиметром щупаете их я там три плеча в каждом плече по два по три мосфета зависит от мощности контроллера и какое причине отвечает просто меняете его на два других мосфета можно один но я сегодня на 2 поменял как видели ну и все работает я спасибо за просмотр с вами был макс пару до следующем видео я покажу еще вот как его усилить как сделать например из 250 ваттного 500 ваттный или как из 500 ваттного вот подобие этого как раз мне детальки придут с поднебесной я поставлю сюда мощные госветы другие совсем и он будет 1000 ваттным вот из этого маленького тура 500 ваттного сделать 1000 ваттный и покажу вам как это переделать не только на мощность а еще и на напряжение повыше сделать все пока